Добрый день, мои хорошие, мои любимые, всем добрый день, всех обнимаю, всех люблю, мои дорогие подписчики, друзья и мои уважаемые гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал, канал о реальной жизни простых людей в деревне. Утро и снова запланировано много деревенских дел, а сейчас идемте, я вам что-то покажу. Наш маленький кот поймал мышку, показывать подробности не буду. Вот такие вот нынче пошли котики. Вытащили еще один ковер из маминой комнаты и сегодня я его вечером буду тоже стирать. Погода, скажем так, приближена к жаркой, спасает, что сегодня ветер. Ветерок такой прохладный, но солнце светит ярко и на улице 30 градусов, но 30 градусов это не 40 и уже нам полегче. А сейчас идемте со мной в сарайчик и я покажу, что делает там наша мама. Это такой у нас сарайчик, в котором хранятся дровишки, всякая утварь. Смотрите, что у нас тут висит, сушится. Видите? Ну, вы уже знаете, что это березовые веники для бани. Ах, кто же эти веники кропотливо сидит и вяжет? Вот, да наша мамочка, наша мама рано утром, не покладая, как говорится, чего мама? В ног. Сил, в ног, рух, страха. Побежала в лес, она же неугомонная, я все собираюсь, собираюсь, а пока я соберусь с ней, она уже убежит. Пока я то, пока я все. Мама нарезала листву и сидит, мама вяжет веники. Мама у нас в этом деле специалист. У мамы веники супер, такими вениками, ой, во все округи не найдете таких веников. А что ты, мама, добавляешь еще в веники, чтобы они очень ароматно пахли? Чебрец, мяту и мелису. Ну, не в один веник, это в разные. В разные веники. В один веник мелису, в один мяту, в третий чебрец. Вот так, видите? Мама делает не просто березовые веники, а веники с ароматами. В один веник чебреца добавит, в другой мелису, в третий мяту. И в этом саратчике стоит такой аромат обалденный. Вот такой работой занимается наша мамочка. Да, а что делать? Надо, надо. Надо как-то выживать. Потому что саратик покрашивает. Вот, ребятки. Я просто хотела показать, как это делает мама, как она вяжет веник. Вот она сначала срезает, а потом сидит с каждой веточкой. Ты как-то обрезаешь эти кончики, да, ровными делаешь? Нет, у веников таких, кто отрезает эти череночки. А там нет. Вот так вот. А потом складывает ровненько, плотненько, чтобы веник был такой хороший, богатый. Не просто так, а делает на совесть. Да, ой, все любят мамины веники. Но не всем мама дает. Только очень добрым людям, да, мама? Да. Очень добрым. У нас очень добрые люди. Да. А добрых людей сейчас мало-мало. Ну, это мало. Вот я готовлю себя морально, чтобы пойти рано утром с мамой в лес. Бросить, ничего не делать и пойти. Говорю маме, давай завтра. Она говорит, ты такая геройка. Ну, сегодня я геройка. А завтра проснусь и посмотрим. Вот так мама собрала веник. И сейчас мама будет веник связывать, ребята. Это целая, как сказать, технология. Это такой процесс. Хороший веник сделать, это не просто так. Лишь бы взял любые ветки. Я вам хочу сказать, для веника выбираются особенные ветки. Да, мама? Да. Любые ветки просто так. Не, не подходят. Лишь бы березовые любые срезать. Нет. Выбираются определенные ветки. Определенная береза. Да, видите, определенная береза. Ну, вот если пойду с мамой в лес, то обязательно покажу. Это у нас временная завязка. Потом будем менять на жестокий. Эту делают сейчас, мама, временную завязку. Она собрала веник. Временно завязывает. И веники будут сушиться, да? Да. Когда они высохнут. Пойдут под пресс. А, о, ребята, потом вам покажу. Это целый процесс. Я забыла. Веник сейчас будет сушиться. А сколько сушится веник? Как высохнет. А, это уже на глаз, да. Как высохнет. Ну, примерно сколько дней? Десять? В горячую погоду, может, и за три дня высохнет. А, ну, понятно. В общем, веник подсохнет. А потом, оказывается, веники отправляют под пресс. Ну, потом посмотрим. Вот. А потом уже делается другая завязка, да? И потом оборачивается каждый веник в пленку. Да. Не каждый, по пять штук. А, пять штук. Упаковка. Упаковка. Упаковка мама делает пять штук в специальную пищевую пленку. Все. И все культурненько. Все культурненько. Вот таким делом очень полезным и нужным занимается наша мамочка. Наша трудолюбивая, кропотливая мама. Дай бог ей здоровья. Вот, друзья, что я хотела вам сегодня показать. Надеюсь, вам было это интересно. Напишите мне обязательно в комментариях. Ну, а продолжение, что и как дальше с вениками, я покажу потом. А на данном этапе только срезаны листва, и мама веники собирает и связывает для того, чтобы их сушить. Вот так вот в сарайчике висят веники. Протянули сверху, типа веревки, на крючки. И вот пока полностью как надо не высохнуть, а потом будут отправляться под пресс. Ну, потом я вам, друзья, покажу. Томик мышку слопал, и теперь мамкину сиську сосет. Они еще маму кушают, и уже все с тарелки кушают. Вот такие шустрые котята у нас. Ну, вот, мои дорогие, сварила я вареница. То самое, которое я вам показывала, и вышла, вот как я и говорила, ровно пол-литровая баночка. Вот на то количество ягод. Там буквально было ягод, наверное, такие две пиалушки неполные и два бокальчика сахара. Ну, я говорю, примерно один к одному я всегда варю. Вот. И я вам показала, как я варю варенье. Получается изумительное варенье. Три раза проварила. Буквально по четыре минуты. Ну, около пяти. Даже чуть меньше пяти. Два раза проварила. А третий раз три минутки покипела. На медном огне все выключила. Оно остыло. Баночку я... У меня хорошо помытая баночка. Сухо вытерла. Высушенная обязательно. И в эту баночку, когда уже варенье слегка подостынет, не горячее, я переливаю. Теплое варенье переливаю в баночку. Вот такой варенье получилось. Посмотрите. Ароматное. Очень ароматное. Я вам хочу сказать. Просто обалденно. Оно еще теплое. Оно еще теплое. И вот когда оно совсем застынет, посмотрите, как красиво. Оно будет в два раза гуще. Вот. Очень хорошее. Мне понравилось. Вкусненькое. И очень ароматненькое. Все. И уже когда оно совсем остынет, уже не будет не теплое, а будет такое прохладное, я накрою капроновой крышечкой. Пока я не закатываю железными крышками, потому что это просто маленькая баночка. Она одна. Когда у меня уже будет большее количество. Да и крышки у меня закончились. Потом я буду под железную крышку закатывать и убирать в погреб. А эту баночку я накрою капроновой крышкой и уберу в холодильник. Вот такое варенье со своей, как говорится, клубники, которую сами посадили, сами вырастили. И вот сварили. И это очень приятно. Это очень радует. Так что, мои дорогие, берите такой мой рецепт. Такой простенький мой рецепт. Варенье из клубники по-деревенски. Очень вкусно получается. Ну что, мои дорогие друзья. Не хочется, а грустно. Но это жизнь. И, как говорят, возраст берет свое. Не думала, не гадала я. Но начались проблемы с сердцем. Проблемы с давлением, мои дорогие. И вот пришлось приобрести сегодня лекарство. Ну, лекарство пока по минимуму. Ну, это валидол, ребята. Это всем известно валидол. Берем под язычок. Если вдруг становится плохо сердечный приступ. Ну, в легкой форме, скажем, да. Перепады давления. Валидол под язычок. Это картоприл. Всем известные таблеточки, которые у нас используются для нормализации давления. Чтобы давление стало в норме. То есть, если высокое, значит, оно понизится. Если низкое, оно повысится. И, естественно, нитроглицерин. Стинокардия. Боли в сердце. И, как бы. А еще вот для желудка амепрозол. Кстати, хочу порекомендовать тех, кто страдает заболеванием желудочно-кишечного тракта. Ребята, амепрозол, он недорогой. Но он эффективный. Мы его используем давно. Противопоказаний, по крайней мере, у нас нет. Но помогает мгновенно. Помогает мгновенно. Прям боли убирает. И даже зарубцовывает маленькие язвочки. Гастрит. Все дела. И после него можно и кушать. Потому что даже мой муж, он страдал сильным заболеванием желудка. Просто не мог кушать. И когда начал принимать амепрозол, ему полегчало. Я тоже принимаю. Пьется одна таблеточка утром натощак. И все. И все. И никаких проблем с желудком. И нормальный аппетит. Вот. Так что, ребята, вот. Все. Дожились мы до такого дела, что покупаем таблеточки. Ну, а куда деваться? А куда деваться? Так что берегите себя. И будьте здоровы. Следите за своим здоровьем. И дай бог, чтобы вы были здоровы. И вам не приходилось покупать лекарства. Ну, что, друзья, чем я сегодня занимаюсь? Сварила сыр. Как всегда, наш любимый сыр, который варится быстро из молока и творога за 15 минут. Наш домашний деревенский сыр. Видео уже у меня есть на канале. Недавно вышло. Как готовить вкусный домашний сыр из двух ингредиентов молока и творога. Сыр по вкусу похож на сыр твердый сулугуни. Вот я сегодня уже приготовила сыр. Он у меня остывает. Дальше что я сделала? Я пеку сейчас коржи для торта. Я буду готовить торт. У нас на днях небольшое событие. Но это вы увидите. Потом видео. Коржи у меня сегодня на сметане. Вот такие сметанные коржи. Ничего особенного. Все очень просто. Беру яйца, сахар, взбиваю. Добавляю соль немного. Добавляю сметану, как говорится, побольше. И добавляю обязательно соду. И муку. Муку, чтобы было тесто такое, чтобы оно было почти густое. Почти густое. То есть ложка могла мешать, но тяжело мешать ложка могла. Тяжело. Не жидкое тесто. И вот такие коржи. Это первый корж. Сейчас второй корж я испеку. И у меня будет домашний деревенский сметанный торт. Это очень вкусный торт. Готовится он просто, быстро. Но этот торт обалденно вкусный, ребята. Ну, вы увидите. Скоро у нас будет застолье. И я вам покажу, какой получился торт. Ребята, сижу, собираю торт. Ну, я вам показывала. Коржи у меня на сметане. Обычный такой домашний торт в деревенском стиле. Обычные коржи вот такие на сметане. Ну, потом покажу перевернут. Это у меня отрезаны. В общем, каждый корж я разрезала пополам. И у меня получится торт, состоящий из четыре коржа. Тесто на сметане. Дальше что я? Это у меня сгущенка-варенка. Опять скажу, это сама варила. Домашняя варенка. Вот буду прославить таким кремом. Сгущенка-варенка домашняя. Вверх у меня будет клубника. Клубника с нашего огорода. И еще сделаю шоколадную глазурь. И сверху на клубнику шоколадной глазурью украшу. И вот такой будет у меня домашний тортик. Абсолютно рецепт собственный. Сама на ходу придумала, потому что мне сейчас некогда. И я вот так быстренько придумала, какое сделать тесто, какой сделать дизайн. Пирог-торт будет для нашего семейного чаепития. У нас торжество будет на днях. И поэтому вот я пеку такой пирог. Ну, я не пирог, а торт, оговариваюсь. Но я знаю, что это будет обалденно вкусно. Потому что коржи на сметане – это очень вкусное тесто. Крем-варенка, сгущенка-варенка домашняя, опять же, скажу, сама варила. Клубничка и шоколадная глазурь сделают свое дело. Ну, все, ребятки. Буду собирать торт, а потом покажу вам, что получилось. А кому интересен рецепт моего домашнего торта, пожалуйста, напишите в комментариях. Если вам нужен рецепт, я напишу в описании под видео. И вот кладу следующий корж. Опять же, корж у меня в разрезе. Это из одного коржа. Я разрезаю, делаю два. Вот такой получается. Видите, корж на сметане, когда тесто. Я знаю, что на сметане очень вкусные получаются. Ну, конечно, оно по-любому будет. Тем более, у меня домашняя сметана. Вот такой, чтобы вы видели. Если вам интересно, вот такой получается корж. А вот такой, ребята, я варю варенку-сгущенку. Видите? Вот такую я варю домашнюю сгущенку-варенку. Она очень густая, очень вкусная. И вот из ней я буду прослаивать коржи. И вот так я промазала второй корж сгущенкой-варенкой. Ну, вот, получается, мне первый, второй. И еще два коржа. Так, ребята, вот так я оформляю торт. Сегодня мне ассистирует мама. Мама держит камеру, если что, не обессудьте. Я вам показывала, что я коржи промазываю сгущенкой-варенкой. И я решила оформить свой торт белково-заварным кремом. Я приготовила белково-заварной крем. Вот у меня есть пакет, насадки для оформления торта. И я решила сегодня воспользоваться. И вот такой белково-заварной крем я приготовила. Набрала в пакет. И насадкой вот так вот по-простому оформляю тортик. Вот так вот, ребятки. Ну, вот, ребята, я весь торт кремом, как говорится, оформила. Теперь я клубничку беру из нашего огорода. И вот так вот клубничкой. И вот такой у меня будет тортик домашний, деревенский. Ну, то, что он вкусный будет, это однозначно. Ну, а по дизайну, конечно, судить вам. Пишите комментарии. Жду ваших комментариев. Как могла, так и придумывала. Придумываю всегда сама. Никто мне не помогает. Так как придумываю сама рецепты теста, рецепты крема, так и придумываю дизайн своих деревенских тортов сама. Так что, ребята, оценивайте. Пишите в комментариях. Давайте мне свои советы. Буду вам очень рада. Ну, вот как-то так я оформила свой домашний деревенский тортик. Ребята, в таком простом стиле. Оцените и напишите свои комментарии. Мой торт называется Клубничный фарай. А можно его назвать Клубничное облако. А вообще, напишите в комментариях, как бы вы назвали мой тортик. Тортик моего собственного рецепта, моего собственного дизайна. Торт домашний. Название жду от вас, друзья. И то название, которое мне понравится этим названием, я назову торт, и в дальнейшем, когда буду готовить такой торт, у него будет уже название. Ну как, девочки, тортик. Пьем чай с тортиком. Ну как, Олечка, тортик. Очень вкусно. Олечка, а тебя можно показывать на карте? Нет, не надо. Нет, не хочу. Очень вкусно. Подписчица моя стесняется. Стесняюсь. Стесняется. Ты что, Оля, стесняется? Очень вкусно. Ты красивая женщина. Да что ты, брось ты. Какая там красивая. Сейчас покажу. Ты угрожаешь, осталась. А вот и Оля. Передай привет моим подписчикам. Сорям скажи. Мы уже пообедали. Теперь вот пьем чай с тортиком. Специально к приезду моей гости. Неожиданно я спекла тортик. Я чувствовала. Три дня назад. Да, ребята, вот такой у меня получился тортик домашний. На сметане тесто. Белково-заварной крем. И вот пьем чай. Музыка. Музыка. Музыка.